привет друзья меня зовут назар давыдов человек которому нужен особенно в турции тем более если вы хотите побольше узнать о турции и так в этом видео я вам расскажу 31 факт который вы скорее всего не знали а если он и знали то скорее всего не все и так поставьте сначала пожалуйста лайк потому что потом забудьте договорились спасибо и в конце если вам понравится это видео поделитесь им пожалуйста с друзьями и так первый факт назад это не только мое имя это еще и оберег от сглаза или амулет так что будьте информированы и знайте что мы везде вас сохраняем если увидите такой кругленький синякий значочек ну наверняка видели да так вот это назад турки не умеют говорить нет так уж повелось в турции принято желать легкой работы кола и гельсин говорят когда кто-то что-то делает так что не забудьте кому-нибудь пожелать это если видите что кто-то трудится афе толсун приятного аппетита только если у нас говорят до того как вы покушаете в турции говорят афе толсун после того как вы поели приятного аппетита роддом в наших странах какое большое здание и внизу наверняка стоят родственники которые иногда выпивают ну покажи кто родился а мальчик покажу ой какой красинки и выпивают кричат веселятся но и так примерно а что же происходит здесь турции в турции в палату кроженицы пускай всех родственников можете себе представить да вот так родители говорят своим детям она джим и баба джим то есть папочка и мамочка но это говорят родители детям удивительный факт многие до сих пор отапливают свои дома буржуйками помните такие небольшие печи с длинным дымоходом который проходит по комнате выходит за пределы вашего жилища ты год эти буржуйки вы сейчас эти очень многих домах хотя многих городах уже есть природный газ все газифицировать тем не менее факт остается фактом тоже оба обратите внимание друзьям вы видите печь турки оставляют свою обувь перед дверью поэтому будет четко будете понимать если идете по подъезду где же живет турок а где иностранец там где иностранец там будет коврик и написано welcome а там где турок там будет много всякой разной обуви это в подъезде турки не пропускает пешеходов и очень часто нарушает правила дорожного движения конечно не все конечно не всегда но это очень бросается в глаза если вы приехали из европы где даже опустив ногу на пешеходный переход уже все останавливаться здесь такое не проходит здесь вы часто можете заметить как машину на огромной скорости пролетает мимо вас на пешеходном переходе вам только нужно будет отскочить вы можете заметить как человек припарковал машину прямо посреди проезжей части а может быть вы едете едете и вдруг перед вами машина останавливается вы думаете что же она остановилась тоже никаких помех он просто встретил друга и разговаривать поэтому будьте пожалуйста внимательны и знайте что турки очень специфические ведут себя за рулем им стыдно признать что они что-то не знают или не умеют поэтому помогают вам как могут ну что расскажешь остается только понять и простить ведь делают они это от чистого сердца следующий пункт турки неумехи особенно в мастерских не все не всегда но факт остается фактом но судите сами один мой товарищ обратился в мастерскую чтобы починили его дорогой мощный ноутбук так в этом ноутбуке проделали здоровенную дырку вырезали оттуда охлаждение сказали будет работать отлично другой товарищ приехал в автомастерскую и ему крутили саморез в ручку двери машина была тоже не дешевый я же сам столкнулся это с этим вот каким образом отдал свой huawei чтобы мне просто-напросто наклеили защитное стекло и это закончилось тем что новенький агрегат у меня перестал работать в плане музыки поломали динамик так тщательно поливали водой или какой там смесью что даже телефон с водозащитной функции не выдержал такого напора и теперь динамик не работает да турки очень многие мастерских не умерхи турецкие женщины могут говорить друг другу ашкин любимая колония ну я не имею ввиду что колония строгого режима сели на 15 лет за решетку колония нет колония это такая жидкость которая очень часто встречается ну в разных местах начиная от парикмахерских заканчивая даже в автобусах да я вспоминаю что я ездил в автобусах между городнего сообщения и стюарт ходил и вот так бы расплескиваю в разные стороны а просто очень быстро испаряется и оставляет приятный аромат ты год этой самой колонии турки очень любят обливаться до дезинфицируют что-нибудь или просто ради аромата интересный факт даже если квартира находится на первом этаже и прямо под балконом у вас market казалось бы 5 секунд можно спуститься но нет вы можете заметить такую картину как турки спускают на по веревочке корзинку в корзинке находится список товаров которых они хотят купить и деньги продавец соответственно эту корзинку берет раскрывает берет список и деньги и потом наполняет корзинку нужным товаром и кладет туда исправно сдачу такая вот нехитрая манипуляция но это не исключение из правил очень часто такое встречается так что имейте ввиду в турции культ семьи да это факт и государство это всячески поддерживает и культивирует есть огромное количество всевозможных сериалов где семьи воспеваются во всей красе где говорится о том что между родственниками очень теплые отношения они помогают друг другу как в стране так и за пределами родины короче говоря реально в турции культ семьи в турции пожимают руку только мужчинам ну как мужчины такие женщины при встрече друг друга целуют щеки два раза так у турка не может быть друга противоположного пола ну понимаете у турка не может быть другом девушка и наоборот то есть как-то дружит только между собой мужчины с мужчинами но а женщины как говорится женщинами турчанка никогда не станет вызывать чувство ревности у своего мужчины она не будет играть на его эмоциях будет всегда оставаться в его глазах святой соседи приносят угощения в турции тискают детей причем даже чужих вы часы можете видеть такую картину какой хорошенький какой пригоженький да а потом щеки болят потому что вот так вот прям так но это все от любви к детям действительно детей здесь очень любят в ресторанах кроме заказанного блюда принесут еще воду хлеб а может еще и салатики все бесплатно в турции очень любят сплетничать причем как женщины так и мужчины и скажу по секрету еще любят стучать на иностранцев вы конечно не все не всегда но имейте виду турки очень не пунктуальны и если вы о чем-то договорились это совсем не значит что именно так и будет к примеру если вы в начале недели договорились о встрече в конце недели то он как минимум несколько раз на протяжении недели нужно позвонить и подтвердить свои намерения в турции практически нету железнодорожного сообщения зато очень развита автобусная базар эти ароматы эти краски эти вкусы так вот на этом самом базаре можно пробовать все чай в турции очень любят его предлагают везде даже если вы к примеру идете по базару то вы сможете увидеть как ходят специальные чайчи вот такими длинными подносами подвешенными чтобы ему было легче носить полностью на по уставленные стаканчиками с чаем да и предлагают прямо на базаре чай до йогурт это нечто среднее между кефиром и сметаной так вот йогурт едят совсем на свете но и имейте ввиду йогуртом очень хорошо сбивать пожар во рту после острого перса который вы только что съели но это же турция на свете альер турки очень любят смотреть на стройку и вообще на что угодно любит смотреть вот блаток станут и смотрят я так наблюдаю думаю да интересная особенность в наших странах такое не встречается хотя конечно говорят что можно смотреть бесконечно на три вещи на огонь на воду не только кто-то что-то делает ты вот в турции это бросается прямо в глаза только очень любит понаблюдать занимаясь недвижимостью и открыл для себя очень интересную особенность при строительстве частных домов ты вот там предусматривается достройка верхних этажей семья увеличивается о можно построить еще один этаж во всех турецких домах ездят такие арматуры которые торчат из крыши очень любят в турции зайти в гости без приглашения и сидеть и сидеть и должен гости дорогие вам раз еще не пора думайте но сказать и так нельзя поэтому придумайте какие-нибудь звонки секретные или еще что-то если вам уж очень понадобится увильнуть но а в остальном вы попали в турции есть публичные дома этот факт думал очень многих повергнет шок скажет как это же мусульманская страна и нет друзья на секундочку турция светское государство и здесь законы шариата или жесткого фундаментализма не действует здесь все очень лояльно и практически в каждом городе есть дом терпимости да а совсем недавно сам был свидетелем того что проститутки выдвигали требования свою защиту о повышении пенсии соцзащиты всего такого так что в турции есть публичные дома вот оно как вот я вам и рассказал 31 факт о турции что-то наверняка вы знали что-то не знали но думаю что в целом было полезно тогда поставьте пожалуйста лайк и распространите это видео уверен что она будет во многом полезна тем кто хочет узнать о турции побольше подписывайтесь на канал и обязательно вступите в группу в телеграме где мы обмениваемся актуальной информацией спасибо видеокаталог недвижимости помните все в описании к этому видео и напишите что еще хотели бы узнать о турции если вам есть что дополнить обязательно напишите в комментарии к этому видео чтобы вы еще добавили о неизвестных фактах о турции спасибо дин дон дэй масса ляма и долги легли ну и наконец просто чао друзья пока 31 31 31 31 31 факт от турции какой факт друзья подписывайтесь на мой канал выгляжу как дурак друзья а чё пальцы так выстрел были и и